Здравствуйте, друзья! Хочу еще раз напомнить вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. Елена Ермакова это я. Подписывайтесь, кто еще не подписался. А кто подписался, заходите и будьте всегда со мной и в курсе событий. Сегодня я хочу вам рассказать о жизни, подводном жизни, о нашем аквариуме. Вот самый первый ее обитатель, это скалярия обыкновенная. Это самый главный хозяин жизни в нашем подводном мире, именно в нашем аквариуме. Видите, она, эта рыбка, никого не боится. Она очень любопытная. Если кто-то подходит к аквариуму, он быстренько подходит сюда и узнает, кто же это такой, зачем пожаловал. Одним словом, хозяин. Он здесь самый главный, он всех гоняет, он в первую очередь кушает, ну как самый главный, глава семейства, как раньше было. Он шел в первую очередь и принимал пищу, вот точно так же скалярия и у нас. Он здесь самый главный, он никого не боится. Он такой вот забияка. Видите, очень любопытная рыбка, очень. У него прекрасные плавники, такой красавец. Красавец такой. Прекрасные, красивые плавники. И хочу сказать вам, что эта рыбка, которая у нас перед этим была скалярия, 7 лет прожила. Они такие вот выносливые. И они очень долго, хоть говорят, что хорошо приживаются в аквариуме и очень выносливые золотые рыбки, Я бы не сказала, то, что мы обратили внимание и знаем, что скалярия, именно вот эта обыкновенная скалярия, они самые выносливые. Перед этим скалярия у нас прожила 7 лет. Вот он зависает, он так завис и смотрит сейчас. Все вокруг него плавают, но если он увидит опасность, он открывает плавник. Верхний плавник у него очень острый, нижние плавники ему просто помогают. Они не острые, они просто, я говорю, для красоты. Вот он поднял сейчас плавник и плывет. Зачем же в аквариуме нужны замки? Вот он только что, видели, да? Вот-вот-вот поднимает. Значит, он уже, я его уже раздражаю. То есть я снимаю его жизнь и ему это не нравится. Он уже начал угрожающе поднимать свой плавник. Теперь он прячет его. И опять же рассматривает меня. У нас были черные скалярии, были скалярии вуаль. Вот, они недолговечные, то есть очень быстро умирают. А вот обыкновенные скалярии, ну и тоже точно так же, как и люди, непонятно, в кого какой иммунитет. Тут столько и живет. Хозяин тут как тут. Он не даст ни на минуту отойти. И ему надо быть всегда в курсе. В курсе всего. Он не даст ни на минуту. Он не даст ни на минуту. у них жизнь бьет ключом вот подошел скалярия он узнал что же так долго здесь делаю почему не ухожу те малявки все тоже подплыв подплывают и всем интересно в этом замке у нас живет сомик и присоска я на него говорю сейчас если получится показать я вам покажу ближе они все время прячутся в этом замке и там сидят крошка мраморная привезена из турции в чемодан со средиземного моря как эту малышку зовут не знаю если вы знаете напишите а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... хозяин подводной жизни. Эти малыши с ним дружат. Но если очень маленькую взять рыбку, он ее съест. Но когда они уже такие чуть побольше, он не может их скушать. Вот и он здесь, без него никак. Он тут как тут, рядом. Этой серенькой тоже не знаю, как они, парочка их у нас. И они тоже такие более-менее стойкие к жизни в аквариуме. Хочу подойти ближе к этому замку, а скалярия меня преследует. вот в этом замке. Здесь у нас живет сомик, полосатик. А вот даже видно, видно, видно он там. Он из замка даже не вылазит. и он должен Никак не получается к ним поближе добраться туда. Все остальные наблюдают. Любопытные все. Красивая мраморная крошка. А в Средиземном море она смотрится еще красивее. Смотришь на нее и вспоминаешь Средиземное море. Такое теплое, ласковое и соленое. Там вода намного соленее, чем в нашем Черном море и намного соленее, чем в Азовском. Там турки чуть что все лечить в море, точно так же как на Азовском море тоже. Все люди, которые живут на море, они считают, что все раны, все лечится в море. К замку никак не могу добраться. Вот он, вот он. Вот это присоска. Вот это присоска. Сейчас я покажу вам пальцем. После того, как мы помыли аквариум, их замок, он наконец-то вылез, потому что там ему нечего кушать. И он лазит по аквариуму, присасывается вот так вот, вакуумом создает своим большим ртом и ползает и чистит вот стенки аквариума. Чистильщик такой. Чистильщик аквариума. И живет он постоянно в этом домике. Это ночная рыбка. Ночью он выходит на охоту, во всей видимости. Днем он больше спит. Ну, спит вот так вот, присосавшись с какой-нибудь поверхности и он спит. А эти все любопытные, вокруг меня кружат, кружат, рядом. И сейчас и скалярия пошел туда за домик. Ну, что же там была? Вот и он решил тоже узнать. Что-то же меня здесь интересовало. Посмотрим, из домика никто к нам не выглянет. Спасибо.